Первая инклюзивная школа танцев скоро появится в Краснодаре. Открыть ее планирует, пожалуй, самый известный танцор нашего края, участник федерального проекта танцы. Я бы сказал, человек с неограниченными возможностями. Несколько лет назад он потерял ногу после аварии, но при этом не потерял себя, а стал еще сильнее. Евгений Смирнов сегодня гость нашей программы. Привет, Женя. Здравствуйте. Я думаю, что тебе, наверное, уже много людей говорили об этом, но мы, пользуясь случаем, тоже хотим выразить свое восхищение тобой, твоим творчеством. И сейчас предлагаю вспомнить недавний фрагмент из твоего выступления как раз-таки в проекте танца. Давайте посмотрим. Ну, ты действительно произвел фурор, довел до слез, до дрожи просто зрителей и жюри. Ну, а теперь давай поговорим немного о твоей школе. Скажи, это будет конкретно только брейк-данс или будут еще какие-то направления? Нет, планируется открыть не в одном направлении школу, планируется открыть ее в более чем 10 направлениях. Вот. Развивая там танец не только для детей с ограничением возможностей, а также для обычных детей, подростков, мы хотим сделать инклюзивную среду, подобрать для детей, чтобы они общались, развивалась толерантность у детей, у здоровых, к таким, к которым, к сожалению, у кого-то появились проблемы, у кого-то они с детства, чтобы их не выделяли из общества, и они спокойно себя вели также на улице, на них не показывали пальцем. Это так, как мы хотим воспитать их танцу, так и толерантности, как я еще раз повторюсь. Это очень важный момент. Скажи, а сейчас тебе это на уровне идеи, или вот что тебе сейчас нужно для открытия твоей школы? Я думаю, что сейчас, если нас смотрят люди какие-то, да, вот, там, не знаю, спонсоры, чиновники, Вполне поспособствовать, да. Да, ты можешь говорить открыто об этом. Ну, сейчас на данном этапе это все, есть идея, есть бизнес-планы, мы это все разрабатываем, думаем днями и ночами, на самом деле, об этом, как это лучше сделать. Ну, естественно, что самая большая проблема – это финансирование данной школы, потому что данная школа, она будет социальная. Социальная, ну, а чтобы школа жила, ну, то есть, финансирование в любом случае надо, хотя бы для открытия школы. Вот, ну… Какие-то специалисты, возможно, тебе нужны? Специалисты, конечно же, мы будем искать, подбирать. Преподавать. Каких-то, да, мы уже нашли, кто-то уже согласен нам помочь, посодействовать. Вот, ну, мы планируем эту школу сделать предпринимательский социальный, то есть, какие-то дети с проблемами со здоровьем будут заниматься абсолютно бесплатно, мы будем принимать, учить их. Очень похвортно. А дети, кто хочет просто заниматься, будут какие-то все-таки делать взносы, потому что школа должна жить, да. Ну, разумеется. Скажи, а кроме танцев, чем ты еще занимаешься? Возможно, еще какие-то интересы? Давай расскажем о тебе, как о личности. Кроме танцев, я после своего ДТП занялся греблей, вот, занялся профессионально, ну, немного, немало достиг третье место в России, как бы сейчас. Оттуда у меня и появилась идея, была ранняя идея открыть школу, просто школу. Но когда я столкнулся с этой проблемой, которая сейчас у меня существует, да, скажем, уже задачей, которую я решаю, и думаю, что любой ее может решить, просто нужно помочь ему. Вот и все. Когда я начал заниматься греблей, я увидел, как тянутся, как такие дети, подростки тянутся к спорту, тянутся чем-то заниматься. Им просто нужно помочь. Я решил, что почему школа танца, почему не танцевать? И мы можем пожелать только удачи в этом тебе, Жень. Ты делаешь очень доброе дело, полезное. Да, большое тебе спасибо за то, что пришел сегодня к нам. Спасибо. Напоминаем, что у нас в гостях был Евгений Смирнов, танцор, брейк-дансер и, надеемся, будущий руководитель танцевальной школы. Ну, а мы движемся дальше. Оставайтесь с нами обязательно.